Микс Ньюз Утро на Балкоме Да, ну и конечно основная причина, основной повод, почему мы пригласили вас в студию, это новость, информация о том, что при строительстве Рейл Болтика будут задеты, будут задеты очень важные памятники истории и архитектуры, которые находятся в Торниканце. И в Агентском, конечно, тоже, да, ну в общем во многих районах Риги, в общем могли бы вы чуть подробнее об этом рассказать нашим слушателям, которые может быть не так подробно знакомы с ситуацией. В чем, да, в чем проблема? Ну проблема, как всегда, когда хотят строить, хотят строить дешевле. Да, и те, которые, большинство, не все, которые хотят строить новые строения, им мешают по разным причинам старые дома, строения. И в случае Рейл Балтика мешает этому дешевому варианту, когда они будут вырывать котлован от 12 до 18 метров в глубину, ну, не под землей это копать, а, как сказать, сверху, чтобы было видно, ну им это дешевле, чем тоннель, да. Ну, там и будет тоннель какой-то километр с хвостиком, да, как раз в Тонькаунце, но в этом случае мешают мосты, и им они не так могут пойти, им так дешевле выходит их снимать. Снести, получается, три моста, да, по-моему? Ну да, три моста, фактически они все исторически построены, первый мост Тонькаунц в 1909 году, второй Алтаново в 1910 году, и в конце 10-м году, и Бривземнека, но Бривземнека в 80-х годах начала перестроен, он уже, ну, как сказать, 40-50% из того потерял, его уже не считают, что его надо сохранить. Ну, вот, мы боремся, чтобы надо сохранить двух старших, Тонькаунц и Алтаново. А в чём историческая ценность? Историческая ценность в них такая, что они, вот этот Тонькаунц, он первый монолитный мост, монолитного бетона мост в Европе, ну и, конечно, царской территории, старой царской... Второй железной системы? Да, его строили в 1909 году из местных материалов, из фабрика Шмидта была в Тонькаунце, который был лучший цемент в царской России, и один из, второй лучший в Европе, и это, ну, культурная ценность, что у нас в Риге фактически такие старые мосты, только три сохранились, вот этот Тонькаунца, Алтаново и Гайсетил ЦУВФ. Другие течения истории войны не сохранились. А когда... Есть ли какая-то возможность, просто я в архитектуре, может быть, не так много понимаю, как вы, есть ли возможность этот мост, не знаю, перенести или каким-то другим образом его сохранить, который не помешает строительству Рейл Балтики? Нет, ну, всегда есть моменты, когда можно сохранить, но только надо немножко сложнее этот проект становиться, ну, немножко дороже становится проект. Но вы предлагаете поменять маршрут Рейл Балтика, или вы просто просите создателя Рейл Балтика обратить внимание на проблему и как-то перенести мост? Ну, конечно, два варианта есть, но больше поменять маршрут нельзя, это они уже установили, плюс-минус он пойдет по тому моменту, где идет. Еще в 15-16 году был второй вариант идти под Агенсканском квартал, у Тонькаунс железной станции заходить в туннель и выйти где-то за больницей страдания, плюс-минус. Это активисты в Умсу Агенсканском, как сказать, добились, что вот там рухнет пол Агенсканса. Ну, потому что вибрации, да, будут поставлены? Ну, якобы вибрация там, ну, это бы было 50 метров в глубину, ну, как это было бы, мы точно, конечно, не знаем 100%, но они говорили, что нет, другие говорили, что да, ну, закрыли эту идею из-за того, что она была дорогая, надо было почти миллиард евро, чтобы 900 тысяч миллионов. Но скажите, получается, что вот общество развития Тонькаунса было таким ответом на проекты Рейлболтика, оно образовалось именно для защиты? Ну, в принципе, да, 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 потому что мы уже давно, как сказать, с ребятами, с друзьями думали и делали некоторые вещи, чтобы сохранить исторические памятники Тонякаунса уже фактически 10 лет, больше 10 лет. И в конце концов, два года тому назад, когда мы точно узнали, что даже планируется несколько строений уничтожить, ну, тогда мы решили, что надо, как сказать, общество делать и уже серьезно... А вот вчера, я знаю, что было собрание общества смешно-житной, да? Да, было у нас собрание, пришли больше 30 людей, нам рассказывали, что да, там изменения будут, но не такие большие, как перед тем нам говорили, да. А кто пришел? И вы имеете в виду уже кто-то с Рейлболтика? Рейлболтика, да. А кто именно, вы не знаете? Не по именам, конечно, там, должности или... Должность, ну, один из отвечающих за это, который к нам фактически, ну, не каждый месяц, но каждый второй месяц приходит. Ну, да, некоторые люди узнали, что если будут, как сказать, мешать их собственности или все, или кусок, тогда там будут откупаться, сказали плюсы-минусы, какой момент будет, если человек согласится сразу, если он будет спорить, да, ну, там такие нюансы. Но то, что мне в этой встрече не понравилось, было то, что он сказал, да, будет обсуждение, как сказать, публичное, там, надо, не надо, но это будет только формальное, да. Вы можете думать одно, но мы так само будем делать, что нам надо, да. Это он так прямым текстом сказал? Ну, в один момент так точно, да. Он сказал, да, да, будем делать как по закону, так, 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 но, понимаете, это прегатива. И все из этого, как сказать, из этого сейчас сакс, истекающие последствия. Но, говоря с несколькими архитекторами, и тоже был специалистами, они сказали, что все, все можно сделать, сохранить мосты можно только, если вот в Алтонов случае там надо только решить, что туннель будет выходить метров 50 или 20 позже из, ну, из туннеля, поезд, и мост спокойно можно сохранить, да. В другой случае там надо, ну, сложнее, немножко сложнее конструкцию делать, чтобы его держать в тот момент, когда там коглован будет, да. Все возможно, но только это, как всегда, цифра. Стоит денег. Да, стоит денег, и удастся нам их уговорить и рассказать, и они, как сказать, поймут, что это, ну, историческая ценность всего города, не только города, но и всего государства, да. Ну, это мне трудно сказать, мы будем стараться, да. Что интересно, когда мы 23 ноября прошлого года ходили по нашей просьбе с испанскими проектирщиками, которые проектируют это, они сказали, что все возможно, немножко сложнее, но все возможно сделать. Но рядом был местный проектирщик, ну, а пока что не местный, который сказал, ну, вы что, ну, это же, там, получится, там, 100 тысяч дороже, зачем там у вас старое, построить вам новое, и все, я ему рассказываю, что это такая ценность, он так подумает, ну, и что, ну, и она старая. А он, главное, простоял уже 110 лет, да. Две войны, да. Две войны, и, главное, две войны, которые там и были, там на мосту, и танки взрывались, и все, мне, как сказать, сосед рассказывал, что он маленьким парнем в 41-м году видел, как там танки, разбитые танки были, ну, Красной армии, и он там игрался, и мост остался целый, и все, и там несколько танков подбитые были, и то, и все. Он все выдержал. И он все выдержал, да. И так само, и Первую мировую войну, так точно не скажу, но когда было в 19-м году освобождение от Бермонта, Тонькаунс, там как раз и бои проходили, как раз вову Тонькаунского моста, там все крутилось, и было то, в Тонькаунсе, центральное место, из которого немцев убивали. Так что там, ну, и историческое место, и, ну, как сказали, и двое войны, и я бы сказал, может быть, даже три войны. Первую мировую освободительную, и Вторую мировую войну. Вы сказали, что это действительно историческая ценность, но как относится, например, к Министерстве культуры? Ну, насколько это является, например, для вас это историческая ценность, насколько на уровне государственном это признается? Ну, государственное учреждение, которое об этом думает и сохраняет, ну, Пеменоклипадово, им сейчас поменяли название, они, у них это все записано, без их разрешения это не будет, не могут сломать, да. Ну, к министру я еще планирую идти и говорить насчет мостов. Я его знаю, как сказать, вместе четыре года в Рижской думе, как депутаты работали, так что, ну, буду в своей связи. Но этот мост, он официально входит в список памятников? Получается, ну, значит, строителям райобалтика нужно было получать разрешение уже? Да, им надо будет разрешение. Надо будет или они уже получили? Нет, нет, нет. Они еще не получили, потому что проектировочные работы только начались. Сейчас они прошлой неделе, как сказать, презентовали первую, ну, первый, как сказать, первый вариант. Первый проект, да, проект. Ну, нюансы, да, да. И, ну, мы, как сказать, раньше мы собирали какую-то информацию, сейчас мы начинаем, как сказать, отстаивать наши мосты и будем, ну, и конечный проект должен быть готов осенью 21 года. То есть до осени 21 года еще есть время, чтобы что-то... Я так понял, ну, в принципе, да, но лучше с этим разобраться до осени этого года, до августа, так, по большинству будут ясно, как пойдет. Потом будет только небольшие нюансы, которые в следующий год будут они там утрясять, как сказать. — 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните нам, если у вас есть вопросы или мнения по этой теме, по теме того, как строительство Роял-Балтика может повлиять на исторические памятники, находящиеся в Риге. Также можете писать нам по WhatsApp-у 230-6191. А скажите, вы не интересовались в Литве, в Эстонии, там тоже происходит строительство Роял-Балтика? Есть ли у них какие-то похожие проблемы, может быть, тоже исторические памятники? — Я знаю, что в Литве есть похожие нюансы, я бы это в прошлой неделе узнал, что им тоже там памятник один мешает, чтобы заехать в Каунус, центральную станцию. Ну, не знаю, буду с ними, как сказать, созваниваться, только надо телефон достать или ехать, узнавать, как им там идут дела. Но в нашем случае не только вот эти два памятника, они в этой стройке, как сказать, больше чем 300 деревьев погибнут в этом промежутке от Долгавы до последнего моста, Халтановос, да, который, ну, идёт пару километров, который идёт через Тонькаунс. Это будет 340, сколько там, деревьев погибнут, может быть, даже больше. Даже один маленький промежуток, 600 метров между мостами Бривземника и Тонькаунс, а там только в одной стране 74 дерева. И об этом тоже, когда я вчера так спросил, очень этот нюанс не понравился, да, потому что, сколько я понял, сейчас зелёные зоны, деревья подняты на уровне по разным причинам. Ну, будем и это, как сказать, говорить и показывать, что не только памятники культуры и строения, но и деревья погибнут. И нам даже один промежуток улицы Индритя, они собираются снести во время строения. И там есть проблемы, как люди попадут в этот момент, это там какие-то 8 месяцев, 8 месяцев попадут в свои квартиры, если это улицы не будет. У нас есть звонок, давайте вы его примите, наденьте, пожалуйста, наушники. Надеюсь, не слышно. И вот как раз, вот, сын мне готовился принять, что телефон сорвался, к сожалению. Позвоните нам, пожалуйста, ещё раз, мы понимаем, вы долгое время звонили, но мы тоже не хотели прервать нашего гостя. Вы позвоните ещё раз, мы обязательно примем ваш звонок. А вот, собственно, и есть. Здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе утро. Ну, я бы на месте вашего собеседника и вас вообще бы не волновался на тему мостов. Я думаю, процентов 90, никакой райл Балтики не будет. Ну, вы почитайте, что там у них проблемы и с финансированием, и с руководством. Это же сотни миллионов евро, а может, точнее, даже миллиарды евро. Учитывая, что Великобритания вышла из Евросоюза, сейчас будет коррекция всех бюджетов. И я думаю, этот бюджет по райл Балтики просто срежут, и это будет просто как какой-то неосуществившийся проект. Так что нечего за это волноваться. Ну, конечно, я могу ошибаться, но я думаю, процентов 90, что ничего построено не будет. Ну, да, спасибо. Но, с другой стороны, сам это страшно, действительно, если начнётся строительство, начнётся уничтожение памятников, а в результате и проект не осуществится. Ну, да, насчёт этого я могу рассказать историю из конца 80-х. Я тогда тоже был активным молодым человеком, и мы активно защищали один исторический дом на улице Бривибос, 40, дом Флоры, там кафе Флора, и много исторических нюансов, защищали, не вышло, снесли. И сейчас там, как вы думаете, что-то построено за эти 32-33 года. Ничего там стоит, там глухая стоянка машин стоит. Ну, ладно, машин, конечно, тоже надо где-то ставить в центр, это понятно, но ничего там не построено. Историческое здание погибло. Ну, может быть, всегда такой бы аргумент от любителей, не знаю, новых построек или прогрессов, не знаю, как это лучше сформулировать, но смысл состоит в том, что если сохранять все исторические памятники, то нам просто будет негде строить новые дома, новые дороги, новые, ну, вот тоже рейлболтики и так далее. Как выбирать, какие памятники более ценные или менее ценные, или это вообще даже не может быть такого сравнения? Ну, это, конечно, очень трудно, и я бы так точно не ответил на этот вопрос, но я немножко по-другому отвечу. На данный момент в Риге такой ценности и такой старости мосты только три, как я уже сказал. Туаниканс, Алтанавас и воздушный мост. Ну, вот опять-таки, вот мы снесем два моста для рейлболтика, воздушный, останется все в порядке. Ну, я как бы предполагаю ход мыслей создателей рейлболтики. Ну, а потом кто-то скажет, ай, ну, там тоже так не очень-то, в центре города надо побольше, покруче, и не будет и того. И потом кто-то скажет, а кто, никто не защищал? Вам всем безразлично было? Это так тоже. С одной стороны, да, прогресс, все новое и новое надо строить, но тот самый момент, мы хотим, чтобы у нас ехали туристы и смотрели, и, как сказать, второй Париж и так далее. А на что они будут смотреть, если все новое тут будет? Ну, вот вы сказали, что почему никто не защищал, спросят, а вот как общественность реагирует? Потому что мне ведь кажется, что если выйдет, ну, не знаю, там, ну, вот выйдут тысячи людей, там, жители Торникалса, Генскалса, и они покажут, что они активно против этого строительства, тогда ваш голос будет гораздо более весомым. Конечно, конечно, я помню, когда вот в 16-м году мы с несколькими людьми начинали кампанию против трамвая через кладбище большое, да, тоже много больших людей говорил, Валбис, ну ты что, все там решили наверху. Ну, срыли этого трамвая, нету трамвая. Так что, все можно сделать, надо, как вы сказали, собрать народы и повезти правильно. Но он собирается? Ну, вот он собирается, вот, скажем, вчерашнюю встречу? Да, насколько это проблема актуальна для... Люди понимают, например, осознают, что это... Ну, если честно, я только начинаю сейчас это делать, потому что до вчерашнего дня у меня не было официальной информации, была неофициальная информация, или так, может быть, будет так, может быть, будет так, да. И сейчас у меня есть информация, что да, они собираются, оба моста. Ну, мы сейчас думаем, пишем письмо, готовим письмо открытое, и будем поднимать народ. Ну, конечно, конечно. Тонькаунс, чтобы он развивался для людей, а не для каких-то иных процессов, скажем так. Там у нас строится город студентов, да, что надо, чтобы он влился в Тонькаунс правильно, да. Надо там много улиц привести в порядок, а не песчаные, да. Не только бурщатка старая, но песчаные улицы. У нас есть третья часть из улиц, песчаные, да. Не говоря о ям, о других проблемах. У нас уже два года, два с половиной года нету своей библиотеки. Нам обещали библиотеку. Ну, сейчас вот, как сказать, Аркадзвелешанас, будем смотреть, кто нам обещать, будет библиотеку, да. Другие вещи. Так что, ну, надо привести в порядок, потому что есть много красивых мест, но их надо привести в порядок. Этот самый Аркадзвелешанас, да, он часть приведена в порядок, но с улицы Бривземника, там тротуары в плохом состоянии в ямах, там освещение плохое, да. Ну, мы с правлением города договорились, что это они будут в этом году решать, да. Но бюджет не принят, депутаты бюджет не приняли, да, они не хотели работать, да. Ну, так как-то непонятно. Мы выбирали, чтобы они для нас работали, а они нам кукиш, они не хотят работать. У нас есть звонок, давайте мы его тоже примем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Ну, лично мое мнение, для меня ваш гость, это, наверное, противоположность господина Ульманиса, когда хотели снести всю старую Ригу, а здесь хотят сохранить все подряд. То есть, ну, лично мое мнение, для Риги, может быть, двух мостов старых, один в одном конце Риги, другой в другом конце Риги, было бы достаточно. А все-таки, ну, где-то нужен и прогресс. Спасибо. Ну, вот такое мнение, которое довольно, наверное, часто вы слышите. Вы как-то... Ну, да, каждый второй раз, я такое мнение слышу, да, откровенно, ну, у нас демократия, и каждый борется за свои интересы или свои идеи. Ну, может быть, можно сказать, что если все это... Мне, что у меня образование историческое, да, что я годами в музее работал, и я одна из моих, как сказать, профессий – это реставратор. Да, я понимаю много таких вещей, и скажу, что много старых вещей, там, как сказать, например, старая хорошая мебель, она может раскладывать и собирать десять и больше раз. А новой, там, мебели один раз и второй раз тебе надо с гвоздями, чтобы держалась, да. Так что это тоже так. И того, что строить новое, я не против, что надо строить новое, но так, чтобы он держался, чтобы он был правильно сделан, не с дефектами, да. Потому что я работаю, как управляющий, я вижу, как часть новых домов, они хуже, чем хрущевки советского времени, извиняюсь. Еще на WhatsApp нам пишут, тоже интересно, что вы на это скажете. Мост на Бривземнику очень маленький, его можно разобрать и собрать в парке. Вот такое... Ну, насчет Бривземника, это понятно, его не будут сохранять, потому что он утерял свою сохранность историческую, да. Идет речь об Тонькаунце и Алтанове с мостами, этими два. И, скажем так... Их можно так разобрать, собрать? Я думаю, что да, и что одна идея, что мы делаем какой-то памятник строению, его разбираем, поставим где-то рядом. Это тоже, как сказать, ну, как идея, как в худшем случае, как сохранить что-то стоящее, да. Потому что, сколько я знаю, ну, это тоже будет идея. Вот сохранили, ладно, не могли так сохранить, но сохранили, поставили его, и он стоит как... Просто памятник. Как памятник, да. Так что тоже идея. Еще одно сообщение есть в WhatsApp, уже немножко с другой стороны. Доброе утро, спасибо вам за борьбу за мост, его обязательно нужно сохранить. Сегодня осталось три, но, смотря как Рижская дума ухаживает за дорогами и мостами, через 10 лет может лишиться всего и без всякой рейл-балтики. Ну, то есть, вот, есть и сторонники. Спасибо, общество. И еще один звонок, давайте мы его с удовольствием примем. Здравствуйте. Доброе утро. Мне хотелось бы сказать насчет прогресса в сравнении. Вот напротив нашего дома в центре Риги, где-то в 50-х годах, была зеленая поляночка. Во время войны там стоял дом, и в него попала авиабомба, прямое попадание. Это мне рассказывала мама, она была очевидцем. Вокруг стоящие дома, инстильные, и там деревянные строения, они все сохранились. А теперь посмотрите на здание, которое построили там, где рухнула вот эта крыша максимума, и его развернуло по продольной оси. Вот это наш прогресс. Так что, я думаю, нужно сохранять исторические здания. Спасибо. 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 Скажите, еще ведь, наверное, одна проблема со строительством рейл-балтика. Там, я понимаю, что возникают и транспортные проблемы. Да, транспортные проблемы. Да, вот, может быть, об этом тоже потому что... Ну, об этом мы тоже говорили, но пока они не договорились, как эту проблему решить. Они говорят, да, в проекте есть, что надо договориться, и как там, как делать. Но об этом пока разговоры не идут, потому что, сколько я понимаю, не понимают, как там насчет этого... Там же будет переезд, и получается, что скорая помощь должна быть связана с больницей Страды, нет? То есть там все эти вот какие-то... Ну, я уже говорил, что в этом случае надо и переезды открывать, и разные, чтобы переехать, и там на Руа-Бежу, на Алта-Навас переезд, и, может быть, на Яровация, что старый переезд. Ну, как это будет, это еще, вот об этом даже разговора не слышал, спрашивал, но пока ничего толкового я не слышал. Я думаю, что они даже сейчас не начали это разговаривать, сейчас, я думаю, что в Думе, где об этом надо, которая одна третья, ну, третья сторона в этом, они думают насчет перевыбора, и кто останется, и потом будет в Рижской Думе чистка, не будет. Ну да, то есть, а вы, кстати, уже упомянули, что были депутатом в Рижской Думе вместе с нынешним министром культуры, вы не планируете поддерживать какую-то политическую силу на перевыборах, исходя из того, что потом они помогут вам в сохранении? Ну, конечно, буду разговаривать, да, чтобы они поняли, что, ну, вот общество может тех, как сказать, за тех голосовать или за тех голосовать. Такая задумка тоже есть, приглашать кандидатов к нам, чтобы они рассказывали, как они будут, как сказать, сохранять и ремонтировать культурные ценности города Риги, не только насчет этих мостов и улиц, и исторические дома, и другие памятники, потому что в этом нюансы в Риге не очень-то хорошо. В последние годы есть улучшения, да, но кого тут перевыберут или, может быть, они их выберут и они опять там поссорятся, это мы же тоже не знаем. Да, это все у нас покрыто мраком. Район Торникалнса, вот как вы считаете, какую роль он играет для города? Потому что обычно все-таки есть традиционно старый Рига центр, есть районы Югенстиля, которые, ну, вот как лицо Риги, а вот Торникалнс, его развитие, как может быть, ну, туристического места? Ну, туристическое очень интересное, потому что в Задвинье оно старший квартал, можем сказать, потому что в Задвинье еще 120-130 лет фактически были только два места, где активно жили люди. Это был Торникалнс и Эльгу Цемс, а все остальные были такие, ну, реально деревни, да, поляны и все. Только вот в конце 19-м году Аганскалнсы, как сказать, богатые рижане строили свои дачи, и как дачный поселок, как плаканцы, скажем так, да. А Торникалнс был в Риге, Задвинье, первая школа на улице Вея, да, и так далее, он с большим историческим потенциалом, что можно там, там у нас и экскурсии идут, и так что можно. Есть что рассказывать, там в разных годах, разных эпохах было что интересного, да, и когда строили заводы, когда поднимались фабрики там, начало, ну, конец 18-го века, 19-й век, 20-й век, там очень много людей было, и можно сказать, хотя бы в конце 19-го века построилась Тонькаунская лютеранская церковь, которая есть, и была одна из самых больших в Латвии, и прихожане были там самая большая, ну, больше чем 8 тысяч прихожан там было, и сейчас есть почти то же самое, как было тогда, ну, сам, как сказать правильно, драудзе под... Ну, да, это община, да. Община, лютеранская община самая большая в Латвии, там, так что интересно, есть историческое. Ну, вот ваше общество... И музеи у нас разные есть, и музей Оярова Цеша, музей Акуратора, и дзелсцель музея, и будет еще четвертый у нас музей транспорта собирается, ну, уже планировка идет. Ну, общество развития Тонькаунса, оно сравнительно молодое, можно сказать так, у вас какие-то уже есть наработки, связи, дружесные отношения с другими обществами разных районов? Я вот, когда вы говорили Агинскаун, я немножко иронии в вашей голосе услышал, когда вы обсуждали, кому хуже будет от Рейл Балтика. Ну, в целом, у вас есть какие-то отношения с другими? Ну, конечно, конечно, мы дружим, ну, не всеми обществами, конечно, всех нельзя знать, но дружим, ну, там, с Дарзинь, общество Дарзинь, там, и с Тянгераксом, и Аннень Мойжа, Матгазене, разными. Давайте мы примем еще один звонок, наверное, уже последний на сегодня. Здравствуйте. Да, добрый день. Спасибо. Спасибо. Ну, я сомневаюсь, что мост с 909 года выдержит Рейл Балтику на себе, но, может быть, не рассматривалась ли такая возможность, каким-то образом его укрепить, осовременить, и мост сохранить, и поезд по нему провести? Нет, ну, сколько я разговаривал с архитектором. Он сказал, что все это возможно, только надо, как сказать, чтобы они задумались, потому что всегда проектировщики и строители сначала идут по легкому пути. Если они видят, что что-то не так, тогда начинают говорить. Ну, общество есть, но надеемся, что у нас удастся договориться, что-то реально, чтобы всем сторонам было хорошо. И истории, и прогресс. Мне кажется, это идеальная точка для завершения нашего разговора. Будем договариваться, будем об этом думать, мы будем следить за развитием ситуации с Рейл Балтика. У нас в гостях был председатель правления и общества развития Торниканса Валдис Гаверс. Спасибо вам большое. Спасибо.